не намерен. ВВС Турции в последние сутки воздух не поднимались, как и самолеты коалиции во главе с американцами ни разу не ударили по позициям ИГИЛ в Сирии. Сказали, что нет разведданных и целей, и что не связано это с размещением России комплекса С-400 на сирийской базе Хмеймим. Это для защиты нашей авиагруппы. Одновременно западная пресса пишет, что у Вашингтона, оказывается, есть претензии к инкаре по поводу положения дел на ее границе Сирии. В самой Турции митинги как за Эрдогана, так и против. Евгений Лямин обо всем подробно. За ежедневными выступлениями Эрдогана следят без преувеличения во всем мире, пытаясь угадать, куда качнет маятник. Тональность последних заявлений колеблется от жесткой и воинствующей до примирительной. Вот и сегодня на фоне заявления Министерства иностранных дел Турции, которое посоветовало гражданам избегать поездок в Россию, сам президент Турции сменил тон. Выступая на митинге в одном из турецких городов, Эрдоган заявил, что Анкара сожалеет об инциденте со сбитым российским самолетом. Нам очень жаль. Мы не хотели, чтобы так получилось, но, увы, так получилось. Надеюсь, такое никогда не повторится. Турция не хочет столкновений, вражды и боли. Мы призываем Москву все обсудить между нами и найти решение. На мой взгляд, климатический саммит ООН в Париже может стать возможностью восстановить наши отношения. Теперь президент Турции ищет встречи, предлагая Москве обсудить пути выхода из кризиса. Москва рассматривает запрос. Бесспорно, попадание ракеты в российский бомбардировщик промах во внешней политике Анкары. После того, как Эрдоган пошел на эту провокацию, после того, как турецкие истребители без предупреждения над сирийской территорией избили российский фронтовой бомбардировщик, Эрдоган очень сильно перепугался. И все дальнейшие его заявления и его дальнейшие действия были связаны исключительно с тем состоянием, в котором он находился. Это было состояние паники. НАТО создательно от этого дистанцировалось. И это еще раз-то пугало Эрдогана. Судя по всему, президент Турции уже понял, что потерял Москву всерьез и надолго. Экономика, энергетика, военные контакты. Но в первую очередь все же политика. Политический провал Эрдогана лишил его пространства для маневра. Становится все более очевидно, что в этом турецком гамбите президенту Турции Вашингтоном была отведена роль, конечно же, большой фигуры, но все же разменной, говорят политологи. Он испугался. Он не ожидал такого результата. Причем это испуг смешанный, как это часто бывает на Востоке, с еще большей агрессивностью, угрозами о том, что если кто-нибудь посмеет тронуть пальцем его самолеты, которые вот будут летать через сирийскую границу, мы же помним, как Эрдоган, спасая исламское государство, только что бомбил курдов. На протяжении последних лет Анкара всячески поддерживала воюющих в Сирии террористов. Отношения взаимовыгодные. Покупка нефти у так называемого исламского государства. Поставки оружия. Турки создали, опираясь на туркменополчение определенного рода, как их называл господин Эрдоган, бригады. Он говорит, что там 11 бригад, но на самом деле там 7-8 тысяч человек. Их вооружают, обучают. Во главе, кстати, турецкие офицеры. И к ним, если так можно выразить, прикомандируют различные националистические группировки. В первую очередь речь идет о серых волках. Это, хотел бы, террористическая организация, признанная у нас в России. И вообще в Турции Эрдоган тоже считается террористической. Однако он их легализовал. Боевики именно этой группировки обстреливали катапультировавшихся российских летчиков. Помощь террористам теперь это стало для Эрдогана проблемой не только во внешней, но и во внутренней политике. Акции протеста второй день подряд. Сегодня люди вышли на улицы после убийства известного курдского адвоката, который критиковал Эрдогана. Юристы расстреляли прямо во время интервью, когда он отвечал на вопросы журналистов. Чтобы подавить волну протеста, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Также разгонять пришлось протестующих в Анкаре и Стамбуле после ареста двух турецких журналистов. Шеф-редактор и корреспондент газеты «Республика» еще летом писали, что под видом гуманитарного груза в Сирию боевикам перевозили оружие и боеприпасы. Поставками занималась турецкая разведка. Теперь в суде слушается дело о государственной измене. И сон выступил сам президент Турции. Их арестовали за освещение реальных событий. Выходит, каждому, кто сообщает о чем-то реальном и важном, затыкают рот. Мы здесь, чтобы поддержать их. Мы не будем молчать. Мы заставим власть услышать нас. Мы будем бороться с несправедливостью. Поэтому мы здесь. Джан Дюндар и Ирдем Гюль не одни. Мы здесь, чтобы выразить протест в адрес тех, кто ущемляет наше право на информацию и право журналистов говорить правду. Мы здесь протестуем против судов и правительства, работающих рука об руку. Арест журналистов, написавших о поставках оружия боевикам, на фоне уже не намеков, а прямых заявлений на международном уровне о том, что Анкара поддерживает террористов Сирии, финансирует, покупая их нефть. Выглядит, как неуклюжая попытка замести следы. Положение шаткое. Конечно, внутри страны подобные протесты можно и подавить, как это уже было. Но сейчас за этой темой слишком пристально следит весь мир, в том числе и партнеры по НАТО. Так, действия турецких властей вызвали недоумение в США. В Госдепе выскользали озабоченность по поводу ареста журналистов. Тем временем, обстановка на сирийско-турецкой границе остаётся сложной. Как заявил представитель вооружённых сил Сирии, турецкие власти организуют поставки оружия и боеприпасов террористам. Автомобильный транспорт со стороны Турции на территорию, занятую террористами, проходит беспрепятственно, без какого-либо досмотра. В то время как сирийские власти этот участок границы временно не могут контролировать. Гуманитарные конвои, о которых заявляли турецкие власти, это миф, который помогает легализовать доставку террористам необходимых грузов, а также максимально эффективно использовать транспорт для эвакуации раненых и больных бандитов в турецкие лечебные учреждения. Сегодня же американское издание Wall Street Journal пишет о том, что власти США требуют от Анкары укрепить границу Турции и Сирии. Претензии Вашингтона в адрес Анкары теперь звучат всё чаще, чего Эд Даган, кажется, никак не ожидал.